всем привет дорогие друзья спасибо всем кто зашел на мой канал это очередное видео про second hand и в этом видео и наконец-то добралась до дела люкс это желтые вешалки и обувь люкс отдела по 466 гривен за килограмм покажу вам что я нашла на себя примерить и вместе с вами оценим мои новые образы первая вещь которая мне попалась вот такая серая интересно как бы туника потому что это кофта удлиненного варианта с таким интересным запахом то ли это для беременных я так и не поняла в скорее всего что да потому что похоже а может быть нет просто такой сделан как аксессуар с таким кольцом металлическим на котором сделан запах из из ткани рука довольно длинный даже на мой рост я люблю когда длинный рукав то есть он длиннее среднего идет небольшая горловина то есть выше смотрится если выше пояса рассмотреть смотрится как гольф а внизу как туника довольно приятная ткань интка свободная интересная но в принципе довольно простая вот так выглядит люкс сегмент повторяю что это вещи из отдела люкс бренд этой курточки это dorothy perkins кто не знает не смотрел мои предыдущие видео но бренда dorothy perkins можно найти не только в отделе люкса в обычном отделе поэтому почему именно это кофта висит здесь наверное за того что она в хорошем состоянии другой причины я не вижу следующая вещь из отдела люкс это вот такой зеленый свитер знаете мне очень понравился цвет и в целом весь свитер также хотя он на меня великоват он большой но можно носить как оверсайз сейчас так носят и он прикольно кстати смотрится даже несмотря на то что он не моего размера в принципе вот такой вот простой свитер но его отличает только одна деталь на локтях здесь интересные вставки из ткани а так вот такой вот свитерок он не короткий он длинный он широкий но мне он вот честно говоря понравился из-за того что его можно интересно носить состав свитера стопроцентный акрил но он довольно плотный и теплый потому что акрил бывает абсолютно разным здесь настоящий теплый свитер следующий я подобрала целый лук это такая кофта и джинсы но первое покажу кофту серую на замочках но немножко на меня коротковатые рукава а так она не вообще просто обалденно понравилась очень носибельная кофта наверно на все случаи жизни и действительно я бы такую купила и в магазине поэтому кофта конечно супер не так много вещей есть в сегменте люкс который я могла бы померить поэтому на разнообразие не смотрите и следующий это рваные джинсы которые подошли мне по размеру чуть-чуть великоваты были померить я смогла очень модный очень стильный очень классный и самое главное новые эти джинсы это конечно не дешевый вариант они так как люкс сегменте висели и зависели практически килограмм то есть их цена примерно 400 гривен минимум эти джинсы обойдутся поэтому тут уже подумаешь можно купить какие-то супер дешевые но новые в магазине или на секунде вот такой вариант можно найти за 400 гривен это кофта бренда пико если я правильно прочитала и я вам скажу что она действительно очень приятная и комфортная в носке кофта супер понравилась я бы такую действительно носила с удовольствием джинсы от бренда деним ко если правильно прочитала сделаны в пакистане вот так выглядят рваные вставочки очень принципе аккуратно и красиво и больше нигде нитки не торчат джинсы новые абсолютно на низкой талии к сожалению на меня не в талии чуть-чуть великоват следующая моя находка я захотела померить из верхней одежды нашла кожаную кортку ну конечно это просто название она не кожаная это кожа искусственная естественно п.у. кожа до которая сейчас используется или эко кожа как ее еще называют часто вот которая представлена очень многие магазины доделают из века кожи вещи сейчас это популярная тоже ношу кстати курточку именно из эко кожи и очень хорошо носится мне нравится этот материал в общем это куртка также на меня великоват он так как в люксе ничего больше особо было мерить поэтому показываю ее вам в принципе достойный вариант но опять же по деньгам она зависела килограмм то есть это опять же 400 гривен и это сумма не маленькая за такую курточку потому что здесь много молнии замочков и она тяжеловато весит так вот Продолжение следует... На этом примерка закончена, дальше покажу вам просто полочку из люкса, это желтые вешалочки, что еще можно найти. Вот такая детская кофта, абсолютно новая, видите, с биркой, уже к Новому году. Со снеговиком, комбинезончик для ребеночка флисовый, мне очень понравился вот такой халатик, жаль, что он на меня мал, потому что он был на девочку 11-12 лет. Такой мягкий материал, просто как плюш, обалденное качество. Далее очень понравилась вот такая жилетка от New Look из искусственного меха. Мне кажется, тоже достойно она выглядит и интересно бы смотрелось. Дальше еще вот такая кофта тоже интересная от New Look, более как классический вариант, возможно офисный, но очень большой размер, поэтому я не меряла. И еще вот такая голубенькая от бренда F&F. Вот кому интересно, пройдемся по обуви. Обувь, кстати, абсолютно новейшая. Конечно, размеры не всегда удачные, но как для меня, у меня большой размер здесь в основном или очень маленькие, или сильно огромные размеры. Но хотя обувь, кстати, очень достойно, абсолютно новая. Вот посмотрите на эти лаковые ботинки, к примеру. Подошва, все видно, что ничего не ношено. 38 размер, класс, обалденные вообще, мне кажется. Вот еще такого варианта ботиночки, но это видно, что очень огромный размер. Тапочки, все абсолютно новое лежало, поэтому кому подходят размеры, можно было выбрать обувь. Вот такие босоножки, зеленые замши от Primark. Все, друзья, на этом все, на этом выпуск закончен. Пишите свои комментарии, понравились ли вам вещи из люкс-сегмента. Как вы считаете, стоит ли переплачивать или находить все-таки хорошие вещи в обычном секунде. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на мои оба канала, а также инстаграм. До новых встреч, жду вас, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok